приветствую друзья с вами дмитрий сегодня мы с вами рассмотрим платформу intel nuke 10 i3 f nk2 и так помимо всего этого мы еще с вами в нее установим память hyper 16 гигабайта dr4 и жесткий диск 970 его плюс так что поехали вот в такой вот упаковочке она мне пришла поставляется она запакованная в пакет просто запаяна можно сразу обратить внимание да то есть если видите тут не совсем ровный шов то есть это не является браком упаковка оригинальная ну вот просто все запаковывают по-разному вот если вот допустим уберите там не знаю iphone и там даже старый кит брали там все все было ровненько и так что у нас тут есть платформа intel nuke 10 performance kit номер нук 10 ай-ай-3 фнк и написано что еще нужно это ddr4 со дима рам можно расширить до 64 гигабайт и ssd диск формата м2 22 на 42 либо 22 на 80 и операционную систему ну в данном случае у меня жесткий диск здесь samsung формата м2 22 на 80 насколько я понимаю до 22 80 и оперативку оперативка у нас высокоскоростная но хочу сразу сказать этот компьютер не поддерживает высокую скорость вот он будет работать на меньшей частоте просто пришлось взять потому что ничего другого особо не было поэтому вот как-то вот так вот так что давайте мы сейчас с вами распакуем посмотрим что к чему и почему да еще и настроим что же поехали итак что же давайте мы его откроем посмотрим что же там внутри посмотрим комплект разберем установим соответственно все модули матовая коробочка полностью вся так лобысь первое что у нас тут конечно же это компьютер очень миниатюрный очень просто даже могу сказать тут у нас впереди 2 usb порта 1 usb 30 type-c 2 просто usb наушники динамики 100 можно подключать кнопка включения питания замочек чтобы компьютера закрывать и сзади у нас питание 19 вольт hdmi порт гигабитный порт ржи 45 и 2 еще еще судя по всему это у нас значок thunderbolt насколько я понимаю здесь не написано ладно давайте дальше смотреть смотрим что у нас там дальше коробочки забавно все сделано упаковано так дальше у нас идут аксессуары тут у нас комплект наборчик винтиков полагаю для установки жесткого диска вот еще у нас один из винтиков это для установки жесткого диска формата м2 конечно же блок питания он нам сейчас понадобится с проводом питания достаточно большой блок питания давайте посмотрим на сколько он у нас на 19 вольт и выдает он у нас 4 и 7 ампера 90 ватт ну а тут обычный проводок правда тут розетка на у нас далее у нас там идет наклеечка конечно как всегда intel и во все свои коробочные процессоры дает наклеечку и курай 3 10 поколение инструкция на английском языке она такая большая раскладная то есть наверное знаете он тут не только на английском тут достаточно много разных языков но насколько можете видеть собственно говоря все можно делать по пунктикам так это у нас по безопасности тоже инструкция ну и здесь еще какая-то инструкция как-то вот так вот так далее у нас там лежит еще пластина если вдруг нам захочется повесить наш компьютер на монитор задней стороны это веса пластинка получается вот у него тут ножки мы можем их открутить и вкрутить по сути говоря суда и потом это все вес и крепления закрутить так что же давайте приступим посмотрим как что в нем делается в компьютере здесь мы видим то что он откручивается там четыре болта больше ничего не надо также пакетик подложу чтобы это тут наклеечка чтобы не поцарапать ну в любом случае не повредит так 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 Так, теперь давайте посмотрим, что мы тут видим. Первое, что у нас бросается в глаза, что нам нужно. У нас тут два порта для установки памяти DDR4 SODI, ну и, конечно, порт для установки жесткого диска формата M.2. Как-то все это так выглядит. Напомню, что в прошлых моделях, ну, они были, во-первых, потолще, да, то есть эта модель, она наиболее такая вот мелкая, можно так сказать. Что ж, давайте сейчас будем устанавливать. Так, друзья, ну что ж, давайте мы установим туда две ячейки памяти. Напомню, что у меня тут память Hyper DDR4 с частотой 2933. Так, давайте еще жесткий диск откроем. А, тут тоже запаковано. Нормально так. Блин, даже ногти не парешь. Запаковано нормально. Жесткий диск на 250 гигабайт. Вот так он выглядит. Достаточно хорошая моделька, 970 EVO+. Там же мы видим и описание, и, собственно, все подряд, что требуется. Так, ну что ж, давайте приступим к установке. Я начну, конечно же, с памяти. Вот, наверное, выглядит она у нас вот так вот. Hyper Impact. У нее здесь ничего нет, это не какой-то радиатор, это просто наклеечка. Что ж, поехали. Она у нас просто на защелках. Мы ее просто чуть-чуть вставляем в слот и зажимаем. Бах, она застегивается. Тут у нас есть, собственно говоря, вот пазы. Куда она заходит? А, наверное, это не пазы. Это у меня в прошлых моделях. Здесь просто, соответственно, защелка. Второй модуль, он ничем не отличается. Также мы его и защелкиваем, как и первый. Чуть-чуть. 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 Чтобы она до конца зашла, немножко надо придавить. Ну и бах. Не сильно, конечно, надо, ну, чтобы никакого давления не было. Так, память у нас стоит. Все нормально. Теперь давайте жесткий диск. Жесткий диск у нас. samsung его плюс 750 формата m2 вот так вот у нас выглядит вот но прежде чем ставить нам понадобится а винтик у нас уже там стоит вот он кстати говоря выкрасим отсюда так наверно разбит слишком большая или слишком маленькая попробуем это да слишком большая была бита затягивается все очень очень маленькими винтами ставится тоже достаточно все аккуратно там у нас есть ключ по которому нужно будет ставить жесткий просто берем его вставляем аккуратненько сюда и без всяких усилий просто закручиваем обратно так отвертку меня не магнитная поэтому и марвина сильно там затягивать не надо у нас как бы нету такого там не динамометрические всяких ключи да то есть мы не используем как вот на производство поэтому чуть-чуть затянули так что он просто не шатался и все и когда вставляем память тоже очень аккуратно с двух сторон аккуратно и выпускаем придерживаем потому что то есть нельзя на середину нажимать что-то она прогибалась вот все аккуратненько делаем с двух сторон так ну собственно говоря мы сейчас поставили так у нас здесь еще кстати что то есть здесь у нас кстати идет книжечка от жесткого диска samsung всякие фишечки есть это мы показывать не будем потому что там стерильные номера здесь у нас тоже самое тут наклеечка хипер и инструкция так это уже сложен здесь у нас в принципе все готово здесь еще кстати забыл поменять что у нас здесь кстати карточка можем вставлять вот и что самое интересное в жестком диске у нас есть теплоотвод для ssd диска вот он собственно так да у нас здесь вот так вот то есть я когда буду закрывать то есть очень будет хорошо видно что теплоотвод он прям прислоняется непосредственно жесткий диск вот жесткий диск эти они нагреваются достаточно большой температуры примерно порядка 100 градусов если были тесты тепловизором да вот и на такой большой температуре в принципе они вот как бы работает это то есть для них это нормальное явление так что ж мы загрузили нашего малыша теперь мы будем сейчас устанавливать на него винду так давайте же мы запустим посмотрим единственное я конечно хочу сказать у меня есть вот такой вот монитор через который я буду собственно вещать этот через компьютер выводить изображение здесь мы его подключаем обычным hdmi так даже и зима втыкаем телевизор и давайте мы сейчас остальные ключи мы все сделаем у нас клавиатура и мышка еще одна у нас спереди это для флешки чтобы установить винду так давайте воткнем соответственно телевизор мы включаем давайте мы вакеем питание достаточно шумно включается первым делом нам надо конечно же войти в стаб так единственное мне надо понять телевизор у нас куда сейчас включен HDMI все верно но мы ничего не видим и а а он просто очень долго запускался понятно ну не говорится что у нас этот нету загрузчика давайте мы все перезагрузим наверное F2 у нас я помню что у нас в прошлый раз был ну ну и там просто дел да вот собственно давайте я просто поближе здесь поднесу так не странно что у нас тут и есть а процессор intel core tm i3 1011 у 2 100 гигагерц он максимально турбо частота у него получается 4 гигагерца 10 мегагерц 4100 по моему без турбо 2.60 так умножение 100 так умножение 100 но это как бы третий кэш уровня а второй кэш у нас 2 по 256 3 кэш у нас идет 4 мегабайта а что касается памяти как я и говорил да с памятью смотрите у нас память выставилась на скорость 2667 мегагерц а заявлено на ней было соответственно 2933 но здесь уже просто материнка не поддерживает такую скорость поэтому ну это достаточно так что у нас английский язык вроде дата у нас правильно стоит давайте посмотрим что у нас тут есть а сторож трат так пока ничего не нужно он борт девайсис на этом насколько видно не видно на камере так hd audio понятное дело аудио dsp дитон микрофон lan thunder да это thunderbolt все таки так g lan bluetooth sd card контроллер ну и так далее да так давайте дальше cooling слушайте а у нас здесь мышка то есть да мышка есть в клавиатуре неудобно вот охлаждение сейчас вот чуть-чуть слышно конечно вентилятор скорость у нее 2100 оборотов температура камня у нас получается орган градус то есть температура материнской платы 35 памяти 37 здесь у нас выставляется настройки performance собственно говоря это что касается настройки а вот хипер тренинг можно включить ну это всякие эти собственно у нас по 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 фишкам процессора так security нам не нужно power тоже я думаю что не нужно здесь как бы все нормально то есть и по поводу загрузчика здесь уже у нас есть стоит все нормально так ладно я ставлю монитор здесь у меня сборочка винды стоит собственно говоря мы у нее потом купили ключик на прошлый на прошу прошу винду то есть у меня там отключена как и телеметрия вот как бы оригинальным образом я не пользуюсь поэтому втыкаем нашу флешечку не знаю определиться она сразу ли избил филуса давайте посмотрим так давайте просто а подождите да сейф ну ладно поехали при загрузке а не не будет разгружаться давайте просто изменим так f8 f9 да возможно да здесь мы выбираем нашу флешечку и пошла установочка довольно таки шустренько работает все собственно говоря я думаю что сейчас винду поставим и там уже просто будет видно так друзья ну что ж у нас система установилась давайте мы зайдем в систему собственно говоря на этом мониторе тут особо ничего не покажешь по сути вот как то вот так вот то есть процессор минимальная частота 2100 работает он сейчас на 2600 16 гигабайт из них свободно 15 и 8 снасть четырехразрядная система там три тата три тата ну в общем то вот как то вот так вот так то работает ну более менее шустренько но драйвера еще правда я не ставил никакие вот так инфинистом и ничего не сможем здесь поставить ну что ж всем спасибо и до новых встреч пока пока в общем то есть пока Продолжение следует...